Добрый вечер, это программа Насправде в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур, 25 лет, исполнилось польскому культурному обществу в Харькове. Дата круга, фактически ровесники независимости. И в этот праздник было сказано много приятных, наверняка, для польской общественности слов. Но насколько действительно важна и велика роль поляков в истории Харькова и в современности, об этом поговорим сегодня с гостями студии, которых я с большим удовольствием представляю. Руководитель клуба любителей польского языка Ирина Карась. Здравствуйте, Ирина. И редактор газеты «Полония» Харьков Елена Муравьева. Здравствуйте, Елена. Я, в общем-то, прав, наверняка, да, было скапано, что были торжественные мероприятия. И, как всегда, на подобного рода мероприятия говорится о том, что да, вот внесли огромный вклад в историю, в развитие, в культуру и так далее. Насколько все-таки это действительно так? Польская громада в городе не такая большая, по крайней мере, сейчас она не настолько велика, да? Там буквально несколько тысяч человек, хотя это очень активная громада. Но если вот взять исторический отрезок, насколько действительно это соответствует правде, вот, скажем, последние 100-200 лет? Достаточно большой вклад внесли поляки в развитие Харькова. Мы можем вспомнить и Потоцкого, который учился у нас в университете. Мы можем вспомнить и Семирадского, картины которого у нас находятся в галерее. Можно вспомнить, если уж тех, кто учился, то, наверное, вспомнить можно и Пилсульского. Пилсульского в первую очередь, потому что первый президент Польши, он тоже был студентом нашего университета. Ну и, в конце концов, есть очень-очень много и знаменитых, и художников, и знаменитых актеров, которые тоже какую-то роль к Харькову имеют отношение. Есть даже легенда о том, что вроде бы в здании, бывшем здании консульства, еще до военного польского консульства, который тоже, кстати говоря, отмечает в этом году свой юбилей, вроде бы как даже родился Збигнев Бжезинский. Но, во всяком случае, отец Збигнева Бжезинского был там дипломатом. Вот такая вот история. Слышала эту легенду, слышала даже о том, что он там бегал, действительно, вот по этим коридорам. И когда он вспоминал, он об этом рассказывал. То есть можно сказать, что эта легенда имеет под собой действительно корни. Ну, это так, что называется, да, Збигнев, по крайней мере, у нас с проездом, что называется, да, к истории непосредственно Харькова отношение имеет несколько опосредованное. Вот то, что касается тех фамилий, которые перечислили, ну, действительно, да, наверное, стоит согласиться. Это история. А вот что говорить о современном, что мы можем сказать? Харьков самый удаленный регион от Польши. И я вспоминаю прощальную речь одного из консулов господина Серочинского, когда он рассказывал о том, как выбор был, его место работы, и когда ему говорили, вот это Харьков, он понятия не имел, где это даже. Вот насколько ситуация сейчас изменилась, насколько в современном Харькове поляки, этнические поляки, какую роль они играют? Ну, сегодня очень, вы правильно сказали, достаточно большая громада поляков в Харькове. И среди них точно так же очень много знаменитых музыкантов, которые участвуют. Это и скрипачи, это и певцы. Они все имеют польские корни. Просто не всегда даже все знают об этом, но потом они как-то находят, приходя к нам в общество, они опять-таки их находят. И режиссеры ставят свои спектакли тоже, которые имеют польские корни. И благодаря вот инициативе нашего общества харьковчане могут знакомиться опять-таки со знаменитыми польскими режиссерами, которые приезжают из Польши, ставят свои спектакли. С какими-то знаменитыми авторами, например, несколько лет назад у нас был Вишневский, то есть были творческие вечера организованные. Это такие люди с мировыми именами, о которых, наверное, харьковчане не только слышали и не всегда могут увидеть. Можно вспомнить еще визит Анжая Вайды, к сожалению, уже покойного. Да, к сожалению. То есть общество имеет такие культурные связи и организовывает такие литературные вечера, и музыкальные вечера. Например, вчера на празднике нас поздравляли артисты Варшавской оперы. То есть это очень знаменитые оперные певцы. И поскольку любой харьковчанин мог прийти на концерт и послушать таких мировых знаменитостей. Те харьковчане, которые напрямую не относятся, я имею в виду этническое происхождение, не относятся к польской общине, они не поляки. Или там уж забыли, когда их предки были поляками. Насколько действительно искренний и большой интерес и к культуре, и к языку в том числе вот сейчас? К языку действительно есть сейчас интерес, и это связано с обучающими программами. Многие желают поступать, обучаться именно в Польшу. Она дает большие возможности, потому что дети, поступив и отучившись хотя бы год, они имеют возможность поехать на практику, на стаж куда-либо дальше в Европу по выбору. Это если у них есть такое желание. А в наших университетах в этом плане намного меньше возможностей. Опять-таки приходят, на данный момент, вот уже в этом году я могу сказать, что приходят детки не только в 9-10 классе, а приходят детки 10 лет, родители которых хотели бы, чтобы они обучались уже после 9 класса, наподобие техникум, как у нас в Польше, чтобы они уже там получали образование, и соответственно дальше в университетах учились в Польше или дальше в Европе. И это не обязательно поляки приходят, да? То есть это обычные границы, которые уже с прицелом на будущее ориентируются. Как осуществляется у вас в этом отношении связь, собственно, с Большой Польшей? Раньше существовала такая форма, как, не знаю, общество дружбы, да, или там клуб интернациональной дружбы еще в школе, какая-то там переписка вот такого рода. Сейчас, видимо, технологии позволяют куда более плотное общение наладить. Ну, это Ира может рассказать, поскольку у нас занимается молодежью, у нас и как раз. Да, у нас не только есть возможность переписываться и общаться по средствам современным, но мы, соответственно, и ездим. В этом году консульство нам организовало поездку. В этой поездке я была руководителем. 30 человек из Харькова у нас могли подтянуть знания своего языка в Щедлицком университете. Это недалеко от Варшавы, 90 километров, великолепный университет. Впервые увидела вот именно такую материальную базу. Огромнейшая библиотека. Все условия созданы для того, чтобы человек мог прийти и полностью посвятить себя обучению. Детки, которые поехали, а это от 14 до 21, они тоже для себя открыли новые возможности для обучения. Они были удивлены подходом к обучению. Опять-таки, мы приехали туда, наши знания протестировали. После того, как мы отучились две недели, провели тестирование. И даже те дети, которые приехали с очень низким знанием языка, они смогли настолько повысить свой уровень за две недели, они могли уже достаточно свободно разговаривать. То есть это погружение в языковую среду дает очень много. Что еще можно сказать по поводу обучения? Кроме того, что мы ездим при помощи консульства в Польшу, в университеты, то есть это в этом году Щедлицкий, есть такие же обучающие поездки и для детей. Начиная от 7 лет, развивающие, у них больше направление идет на игровую форму обучения. Есть же такие же поездки, обучающие, развивающие и для более старшего поколения. В прошлом году у нас была поездка, уже можно сказать, да, на Пасху для более старших людей. Это 60-70 лет. Кто хотел прочувствовать традиции празднования Пасхи в Польше, они были две недели и смогли окунуться в то, что уже здесь у нас, конечно, подзабыто. Они жили в семьях, жили именно в... То есть это было полное погружение вот в эту среду, в эти традиции, в эту культуру. То есть это был настоящий пасхальный стол, это был поход в костел, то есть так, как это положено. То есть они посмотрели быт простых поляков. То есть когда мы едем, ну, как в туристическую поездку, мы же не можем погрузиться в эту среду, мы не можем увидеть совсем. А это вот предоставляется, и точно так же детки у нас, мы очень часто, они начинают дружить с польскими детьми и тоже посещают семьи и видят, вот как живут их польские сверстники. Ну, откуда вы уже заговорили, есть такое мнение, и мнение, собственно, в самой полонейной среде существует, в том числе и в общине Харькова, о том, что любая община, она в принципе по логике своей, она так или иначе группируется вокруг костела. Правда это или нет? То есть какую роль, собственно, религия или религиозное воспитание, образование играет в том числе и в работе вашей? Ну, у нас как таковой нет направленности. Значит, наша задача — это изучение культуры, традиций, которые, конечно же, предусматривают какие-то праздники, праздники именно Польши, ну, церковные. Конечно, изучение, без этого изучения быть не может. И уже кто-то ощущает потребность больше пойти в костел, кто-то, может быть, еще не чувствует такой потребности, и ему достаточно сходить на какие-то именно праздничные богослужения. То есть тут уже каждый выбирает для себя. Мы не навязываем, мы ничего в нашем обществе не навязываем. Каждый выбирает сам. То есть просто стоит помнить, что Польша, в общем-то, достаточно серьезно католическая, традиционная такая, с очень сильными католическими традициями. Видимо, да, трудно понять культуру и обычаи, не зная... Ну, познакомиться — это обязательно, конечно, потому что иначе они просто... Где они еще могут это узнать? А есть ли обратный процесс? Приезжают ли... Ну, вы говорили о культурном обмене, что само собой, да, понятно. Приезжают ли к нам точно так же, не знаю, пожить в наших семьях, поучить детей языку, и вот такого рода обмен существует? Такого рода именно программ, чтобы приехала к нам группа студентов, группа детей и пожила в семьях, на данный момент пока нет. Но есть отдельные лица, которые приезжают, ну, уже как-то подружески. Вот кто-то сначала приехал на стажировку, увидел Харьков и был удивлен. Поляки для себя открывают Харьков. Они видят Харьков, они начинают его узнавать, потом любят и потом хотят здесь остаться. — Что, собственно говоря, у нас сохранилось, если мы говорим о культурном наследии, не о культурном нематериальном, а вот о реально существующих объектах? Что сохранилось у нас из того, что можно было бы действительно показать людям, которые приезжают? Да, вот это польский Харьков. Потому что есть, знаю, маршруты, которые посвящены немецкому Харькову, ну, русский, понятно, там, а вот то, что касается польского. — Ну, в основном это, конечно, все начинают с нашего Каразинского университета. То есть это основное, потому что огромное количество профессоров, когда только создавался университет, были именно поляками. Во-вторых, это, конечно же, фамилия Семирадский, которая говорит всем обо всем. У нас открыт памятник в Печенегах Семирадскому, там, где он родился, вырос, ну, ребенком. И в нашем художественном музее есть картины Семирадского, которые мы тоже с удовольствием демонстрируем нашим гостям из Польши. То есть, ну, вот, наверное, это такое самое основное, на что обращаются все внимание. — Можно с Польши, опять же, Донецк-Захаржевский, да, это же ведь тоже, да, этническое. — Да, да, да. То есть существует даже у нас, по-моему, карта поляки, поляки в Харькове. На карте указаны дома, где жили знаменитые поляки. То есть это тоже можно. У нас открыты таблички знаменитым. Тот же, допустим, режиссер Михайловский, который тут жил, опять-таки. То есть это тоже можно показывать. — К сожалению, с Пилсудским такая долгая история, опять же, с мемориальной доской. Тут где-то, наверное, политические мотивы включаются, которые не всегда просто преодолеть. Ну и наверняка, наверняка еще показываете, и без этого тоже, конечно, никуда не обойтись. Это пятихатки, да, там есть... — Да, да, вы правы. Это, пожалуй, да, вот самое основное место, куда приезжают поляки, чтобы почтить память своих предков, которые там были расстреляны. — Вот насколько в этом отношении имидж Харькова в глазах поляков испорчен? Когда приходится бывать, например, ну, не знаю, в той же Польше, в музее там Варшавского стола, да, то есть там... Ну, Харьков очень тесно увязан с Катынью, с Медным, да, то есть это вот такая треугольник смерти, фактически, и, ну, звук, даже вот название Харьков, он не очень приятен, да, получается? Или я ошибаюсь, или как-то немножко этот имидж уже меняется? — На самом деле это история. Мы не можем ее никак на данный момент изменить, мы можем ее только принимать. Поэтому со своей стороны и консульство, и общество, и город сделали все для того, чтобы это место можно было прийти, почтить, увидеть его. Все, что смогли от себя. Дальше мы можем только уважать то, что было. — Что касается, ну, если можно так сказать, политики вашего общества, есть национальное сообщество, которое более-менее закрыто, в силу разных причин. Есть, которое наоборот. Вот к какой категории вы бы отнесли себя? — Мы открыты. — Мы открыты для всех. — Конечно. Для диалога, да, для всех желающих. К нам можно прийти, можно поучаствовать в любых мероприятиях, можно изучать язык, можно просто прийти на мероприятие и посмотреть, вот, можно принять участие, если кто-то приходит и есть желание вот какой-то проект показать, конечно же, мы с удовольствием посмотрим, примем участие. Поэтому мы открыты. — Ну и приходят, действительно приходят люди? — Да. — А какого рода проекты вот приносят, и что вы, в свою очередь, опять же, предлагаете городу, ну, кроме концертов, о которых мы уже говорили, и школы, курсов языка, о которых тоже, в принципе, уже там все понятно? — На данный момент у нас идет новый проект с театром. Наши детки будут участвовать в детском театре. Режиссер театра Шевченко готовит спектакль для детей. И я так понимаю, что этот будет спектакль не только для Харькова, для Украины, мы планируем его показать и в Польше. Это новый проект. — Я слушаю вас, у меня все-таки складывается впечатление, что в большей степени вы ориентированы на детей, не на взрослых, нет? — Да нет, это просто как-то у детей, может быть, больше проектов, мы стараемся для детей просто больше разнообразия. Взрослые в основном уже приходят с определенной целью. А дети, они еще не могут для себя выбрать, допустим, участвовать им в театре или не участвовать, допустим, петь им в ансамбле или не петь. А взрослые уже приходят с определенной целью в основном учить язык, учить культуру, учить традиции. То есть это такая вот основная. — Так или иначе, все равно мы живем в Украине, которая за последние годы очень серьезно и очень динамично меняется. И отношения разных национальных меньшинств и общин, которые проживают на территории Украины, к этим процессам тоже, в принципе, разные. Ну, не секрет, что за последние годы, скажем, с Польшей у нас происходит некоторое охлаждение, я имею в виду на большом уровне. Чувствуется ли вот такого рода трансформация, какие-то перемены настроений, отношения друг к другу на нашем уровне? Вот среди харьковчан, поляков и украинцев, которые живут вместе, встречаются вместе. Есть ли какие-то разногласия в вопросах той же исторической правды, например? Ну, вы знаете, я лично с этим не сталкивалась. Не могу сказать за все. На самом деле нет. Вопросы с исторической правдой у нас никакого разногласия на бытовом уровне не вызывают. Все понимают ситуацию, какая она была. Все учили историю и все воспринимают именно вопросы как политические. Поэтому все вот это не откладывает на взаимоотношениях чисто человеческих никакого следа. Ну, были случаи, когда к вам с политическими, скажем, там, мотивами приходили, требовали какой-то, высказывать какую-то позицию, да, или там привлекали там к себе наоборот. Нет? Нет, нет. Совершенно. То есть вы принципиально аполитичные, да? Вы занимаетесь исключительно культурой. Есть еще вопрос, который тоже совершенно в этой части логичен. А кто, собственно говоря, выступает в качестве, если позволите, такое слово, спонсора? Есть, опять же, община, которая самофинансируется, есть община, которая финансируется с исторической родины. Как это происходит с польской общиной в Харькове? Частично нас финансирует польский сенат. То есть есть специальная программа в польском сенате, которая предусматривает помощь полякам за границей. И вот по этой программе значит идет какое-то у нас финансирование частично идет. Ну, они ставят, насколько, или ставят все-таки целью, итога, конечной целью репатриацию бывших соотечественников на историческую родину? Нет, нет, нет. Нет, такой цели нет, и речи об этом не идет. А насколько велик процент людей, которые, если не стоит даже такая цель, которые приходят к вам именно за тем, чтобы впоследствии уехать, не учиться. С учебой опять же все понятно. Дело в том, что мы его вот не отслеживаем. Вот мы больше отслеживаем как раз детей, которые у нас уезжают учиться больше, и к нам такие приходят. А я думаю, что взрослые, которые хотят уехать, они особо нам не говорят об этом. Ну, мы можем сказать, что на данный момент вот из нашего общества, опять-таки, из клуба у нас только одна семья уехала в Польшу, они сейчас у нас в Гуданске живут, и это вот те, с которыми мы поддерживаем отношения. Все остальные ребята едут на учебу, учатся и возвращаются. Вот именно возвращаются. Я именно об этом и хотела спросить. Вы 5 лет уже существуете, у вас уже цикл как раз должен пройти до первого возвращения. Да, да кто-то возвращается. Возвращается, да. Тот, кто понимает, что, может быть, тут ему лучше или тут его родина, он учится там и возвращается работать сюда. Ну, я вас, в принципе, это не зря спросил как раз в вопросах эмиграции. В этом отношении для людей, которые собираются получить карту поляка или собираются там на постоянное место жительства выехать, для них, как правило, довольно сложные моменты, именно связанные с историей культуры, ну, и язык само собой, да. То есть есть ли у вас какие-то специальные возможности для людей, которые, ну, возможно, захотят оформить карту поляка? У нас есть курс, который читает у нас польский преподаватель, именно подготовка к карте поляка. То есть она там, это происходит раз в неделю, и она рассказывает об истории, о культуре Польши, то есть как раз вот знакомит тех людей, которые хотят иметь карту поляка со всеми возможными такими вот нюансами польской истории, культуры и традиций. А сложно ли, если мы говорим о языке, вот, ну, наверное, детям проще, человеку, который никогда не учил польский язык, да, вот, ну, вдруг собирается, не знаю, многие ведь и на работу выезжают, в конце концов, в последние годы, и необходимо знать польский, да, и наверняка обращаются и к вам в том числе. Сложно ли его изучить, ну, по крайней мере, до той стадии, которая будет... Чтобы можно было понимать. Да, как-то уверенно себя чувствовать в Польше? Нет, достаточно несложно, потому что тем, кто знает украинский язык, польский язык сложным не кажется. Наш менталитет позволяет нам понять быстрее язык, вот, но опять-таки мы с признанием украинского языка немножко делаем польский язык похожий на украинский. То есть мы обрезаем как-то слова, вот, немного, я бы сказала, калечим польский язык, но понять вас смогут. Если же вы захотите правильно и красиво говорить, на это потребуется время. Здесь нужно будет читать, и читать очень много. Если же просто, чтобы вас смогли понять, вполне достаточно трех-четырех месяцев. То есть... Да, у нас есть ускоренный курс, то есть там более интенсивный для тех, кому надо более срочно, допустим, уехать. И есть вот курс, основной курс, это, по-моему, три года, которым у нас занимаются наши студенты. То есть дети, которые... Это более такой углубленный. Это сертификат какой-то, который позволяет что-то официальное, да? Да, да. Подтверждение определенного уровня каждый год получает сертификат. То есть прошли определенный уровень А, один, Б, один, точно так же, как в английском языке, в немецком, как во всех языках. У нас нет, к сожалению, английской общины, в которой можно было бы проходить такие курсы, да, вот, в польской, насколько я понимаю, это платный или бесплатный? Платный. Это платный, да? Ну, это... Ну, цена очень разумная. Не будем уточнять. Цена, да, да. Очень, очень... Буквально каждый может себе это позволить. Где вы находитесь? Как вас найти? Я, собственно, для тех зрителей, которые, ну, возможно, захотят это сделать с хорошими целями, конечно же. Улица Искусств, 7,39. Высшая улица Краснознаменная. А у вас выходит газета? Да. Хотелось бы показать и сказать, что наша газета существует с 99-го года. И я хотела бы подчеркнуть, что это была первая газета польская в юго-восточной Украине. И вот с тех пор, уже в этом году 17 лет нашей газете, будет, мы регулярно выходим. Она на польском языке, да? Она частично материалы на польском языке, на русском, на украинском. То есть мы стараемся, чтобы... Лояльно подходить. Да. Кто-то понимает уже больше польский, ему проще читать. Кому-то еще сложно, и тогда это какие-то материалы на украинском языке. То есть стараемся быть... Стараемся, чтобы наша газета была интересна всем. Как для разных возрастов, так и для людей, которые... Разный уровень знания языка. Ну что ж, я хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе. Еще раз поздравить 25 лет... 25 лет... Польскому обществу. Польскому обществу. Пять лет, собственно, вашему клубу культурному. Это две практически... Одна круглая, одна совсем маленькая круглая дата. Тем не менее, это хорошая дата. Это очень приятная дата. Это говорит о том, что, собственно, поляки и украинцы на протяжении всей истории независимости вместе. Если вы говорите, что не возникает никакого рода политических конфликтов или исторических разногласий, то, наверное, что-то мы делаем правильно все вместе. Спасибо вам большое, что вы это делаете. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова